Лекарственные растения, менял их на продукты с местными жителями. Позже выяснится, чтобы запутать следы, людоед написал письмо и велел родственнику отправить его из Москвы в Алма-Ату. Расчет был прост. Пусть в Казахстане думают, что Николай Джумагалиев перебрался в столицу. Тем временем поиски сбежавшего каннибала не прекращались ни на минуту. На улицах висели листовки с его фотографией, надписью «Разыскивается девочек, женщин боялись выпускать на улицу». Его искали с собаками, а на лошадях, а в небе баражировали вертолеты. С вертолетов осматривать горы нелегко. Партийное руководство Казахстана попросило о помощи Москву. Дельта-померизм – очень молодой вид спорта. Ему нет еще и 10 лет. Но как много у него приверженцев. Летать, как птица. Об этом человек мечтал тысячелетия. Жажду парить в небесах не смог утолить даже самолет. Это казалось по силам только вот такому необычному устройству – дельтаплану. За простоту конструкции дельтаплан часто сравнивают с велосипедом. Правда, управлять этой крылатой птицей гораздо сложнее. Любая серьезная ошибка может обернуться бедой. Зато профессионал может парить в Поднебесе часами, используя восходящие потоки воздуха. Сегодня бесшумный полет для многих дельтапланеристов – это спорт, развлечение и хорошая доза адреналина. Полетели. Но, оказывается, дельтаплан можно использовать для других целей. Например, при поиске в горах опасного преступника. Из Москвы в Казахстан прибывает специальный отряд дельтапланеристов. Их цель – обследовать возвышенности и найти сбежавшего людоеда Джумагалиева. Между тем, у беглого каннибала появился очередной хитроумный план. Два года я был в бегах, потом Фергане был задержан за кражу. Но я инсценировал кражу, чтобы вернуться в Ташкент, потому что здесь в горах невозможно было поиски. Если шли на поражение, применялась авиация и все наземные службы. В апреле 91-го Николай Джумагалиев попался на кражи овец. Людоед представился китайцем. Его поместили в общую камеру СИЗО. На допросах он охотно признавался в краже, но не мог объяснить, каким образом проник в Советский Союз. Послали запрос в Москву. Вместо ответа из столицы приехал оперативник. Всевдокитайца разоблачили. Говорят, когда сокамерники узнали, с кем они находились рядом, то пришли в ужас. И все-таки кто он? Хитроумный преступник, который ввел в заблуждение врачей? Или тяжело больной человек? Отдавал ли он отчет в своих действиях? В нашем скандале сегодня было понятие ограниченной вменяемости. Владимир Калиниченко, следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР. Это когда человек отдает отчет своим действиям, то есть он понимает, что он делает, но возможность руководить своими действиями, то есть так называемые моревые критерии, у него снижены до критического предела. И снова врачи признали Николая Джумагалиева невменяемым и вернули обратно в психиатрическую лечебницу. С тех пор прошло 17 лет. Но история людоеда на этом не окончена. Несколько раз его признавали излечившимся и выпускали на свободу. А вскоре в окрестностях начинали находить растерзанные тела. Сегодня Николай Джумагалиев изолирован от общества. Содержится в специальной психиатрической клинике. За высокими заборами и колючей проволокой. Поведение его исключительно упорядоченное. Больной очень спокойный, охотно работает в отделении, помогает медперсоналу. Оснований делать выводы о том, что он будет в дальнейшем представлять какую-то общественную опасность у нас нет. Мы считаем, что он вполне может находиться в обществе, лечиться в обычной больнице, где условия обычные, и несколько легче, чем у нас здесь. Но опытные исследователи, не раз работавшие по делам о серийных убийцах, не разделяют оптимизма некоторых врачей. Считать, что Джумагалиев выздоровеет и никогда больше не станет каннибалом, не станет убивать людей и не станет поедать, то, что называется человечиной, этих шансов практически нет. Говорят, он очень хочет оказаться на воле. Уехать из Казахстана, начать новую жизнь, вдали от людей, чтобы не испытывать соблазна. Но удастся ли ему перебороть чудовищную страсть? И что будет, если однажды самый известный монстр окажется на свободе? Многоточие в этой жуткой истории ставить не хочется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА